МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваший дневной выпуск информационной программы Республика. С главными новостями на этот час вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. ЕГЭ – выбор будущего. Именно под таким девизом в этом году Рособорнадзор проводит единый государственный экзамен. Основной этап стартует в конце мая. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Особое внимание в этом году планируют уделить новым методикам. Теперь единый госэкзамен – это не только тесты. К примеру, чтобы получить отличные оценки по иностранному языку, школьникам необходимо показать, насколько идеально они на нем говорят. Математику в этом году решили поделить на два уровня. Ученики, которые поступают на гуманитарную специальность, могут выбрать самый простой вариант. Изменения коснутся и других предметов. Сочинение в этом году возможности для допуска до сдачи ЕГЭ основного этапа. Все, что делается, делается в интересах наших детей. Но здесь очень важно, чтобы ЕГЭ не стал единственным инструментом оценки, как у достижения учебных достижений ученика, так и не должно быть оценкой школы. Мы перестали и не хотим через ЕГЭ сравнивать школу между собой. Это неправильно. ЕГЭ должен давать возможность ребенку показать свои способности. Бороться с телефонами и шпаргалками в этом году планируют не только с помощью металлоискателей и видеокамер. Там, где ученики будут сдавать ЕГЭ, установят глушилки мобильной связи и интернета. Председатель правительства отметил, что сейчас подготовка к единому госэкзамену напоминает операцию спецслужб. Наши материалы в регионы теперь доставляют по специальным каналам связи. Но эти меры необходимы. Школьники в разных часовых поясах стали получать разные задания, что, естественно, повысило объективность. Эти меры позволили в значительной степени снизить нарушение времени экзамена, о которых говорили до этого. Организаторы стали ответственнее относиться к своим обязанностям. Гораздо меньше стало использоваться вот именно таких устройств, устройств как мобильный телефон, возможность скачивать ответы в интернете. В этом году только в республике итоговую аттестацию пройдут более 6500 11-классников. В регионе откроются 38 пунктов для сдачи экзамена. Причем в этом году меняются правила и для выпускников техникумов. В этом году мы все-таки ставим задачу выпускника техникумов, чтобы поступали через профильные экзамены в вузах без сдачи ЕГЭ. Это основная цель наша все-таки. И выпускники техникумов уже имеют опыт, имеют мотивацию для поступления в высшую учебную заведение. Они должны по профильным предметам, по специальностям проходить без ЕГЭ. А вторая задача – это вот в рамках сроков проведения ЕГЭ для выпускников отодвинуты сроки уже как бы в основной этап. Еще одна задача – подготовить аккредитованных наблюдателей, чтобы они не относились формально к своей работе. Только так возможно определить, готовы ли школьники стать студентами. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. 2015 год будет сложным, прогнозируют политологи, социологи, экономисты. Какие тенденции уже проявились, на чем необходимо сконцентрировать внимание. На совещании главы правительства Чувашии проанализировали итоги января. Индекс промышленного производства составил почти 92%. При этом ряд предприятий по-прежнему демонстрирует рост. Снижение же по некоторым направлениям, по словам министра экономического развития, связано не с сокращением заказов, а с падением платежеспособного спроса. Особой ролью у нас в падении промышленного производства, к сожалению, оказало влияние это промо-трактор-вагон. Если мы в январе прошлого года отгрузили более 506 вагонов, то за январь текущего года это 45 вагонов только произведено. Это не успокаивает, но по всей стране такая ситуация. И сегодня производители грузовых вагонов начинают выходить и переходить на производство вагонов нового поколения. И здесь ставка промо-трактор-вагон тоже делает на новых инновационные тележки, и сейчас, которые проходят сертификации. И сертификация завершится у нас в июне текущего года. В сельском хозяйстве, наоборот, наметился рост. Производство мяса увеличилось до 114%. Производство молока в фермерских хозяйствах возросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в личных подсобных хозяйствах темпы далеко не такие высокие. По словам министра Сергея Павлова, сборщика молока, рекомендовано проверять плотность сырья, чтобы платить дифференцированно. Сейчас молоко, закупка от 16 до 19 рублей отлично подсобных хозяйств производится. Конечно, очень низкие у нас закупченные цены, это Парецкий район жалуется. Подробнее о том, как начался 2015 год с экономической точки зрения, в вечернем выпуске информационной программы «Республика» в 20.00. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков. В условиях непростой экономической ситуации ежедневный мониторинг цен на продукты питания проводят не только представители различных министерств республики, но и антимонопольная комиссия. С первыми результатами проверок удалось ознакомиться моим коллегам. Ежедневно Чувашское отделение УФАС отслеживает рост цен на продукты как в крупных торговых сетях, так и участников. И далеко не всегда увеличение цен связано с подорожанием сырьевых материалов. Наш мониторинг именно по производителям показывает по молоку, по мясу птиц. За период введения санкций с августа по нынешнее время никакого роста нет отпускных цен. Что касается увеличения цен в сетях, да, мы видим, что идет рост по поставщикам, но главным образом все эти поставщики идут из-за пределов нашей республики. И мы незамедлительно направляем все эти материалы нашим коллегам. Таким образом, декабрьское подорожание гречки вызвано недобросовестными действиями поставщиков из соседних республик. К заоблачным ценам на овощи и фрукты наши производители также не имеют отношения, подчеркивает Вячеслав Борисов. Чтобы выйти из магазина с минимальными потерями для семейного бюджета, следует выбирать товары местного производства. На них и цена будет ниже, и качество выше, советуют антимонопольщики. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаммедов, Республика. День влюбленных в спорт отметили работники завода «Электроавтомат». Ежегодно в честь своего дня рождения они проводят соревнования по лыжным гонкам. На юбилейный 55-й праздник приехал глава Чуваши Михаил Игнатьев. В массовых соревнованиях приняли участие более 200 человек. Это работники завода, их семьи, гости из Алатырского и Порецкого районов. Такая любовь к спорту приносит свои плоды. Заводчане на протяжении пяти последних лет занимают первые места на различных соревнованиях. Даже бывшие работники завода, несмотря ни на что, считают себя частью коллектива и с удовольствием бегают на лыжах. Это вообще, во-первых, сближает коллектив. Они общаются не в рабочей обстановке, а в обстановке отдыха. И заряда бодрости набирается на весь рабочий год. Кроме того, что они в отпуск уходят, где-то сами по себе отдыхают. А здесь вместе с коллективом на природе воздух здесь прекрасный, трасса хорошая. Михаил Игнатьев лыжную трассу в Алатыре опробовал впервые и высказал свое желание еще не раз вернуться подышать свежим воздухом соснового бора. Не первый год традиционные вот эти лыжные спортивные соревнования проводят. И это праздник не только завода, это праздник вообще, можно сказать, семейный. Потому что пришли с детьми, маленькими, взрослыми. Это уже семейная такая традиция, можно сказать. А это, в конечном итоге, сплачивает людей уважение больше и доверие к друг другу. А это очень хорошая, мощная, созидательная сила. Семейную атмосферу создают детали. Например, чай по старому русскому обычаю здесь разливают из самовара. Что касается подготовки к состязаниям, то здесь большой вклад вносит ветеран спорта, неоднократный чемпион республики 70-х-80-х годов по тяжелой атлетике и гиревому спорту, тренер-общественник Николай Голюшев. У нас и плавательные соревнования проходят. Да, гиревой спорт очень хорошо развит на заводе. У нас Коля Голюшев молодец, все это организует. Легкая атлетика очень хорошо развит. Вообще, наш завод очень отличается своими спортивными подвигами. Было время, когда в «АллатРе» ощущался недостаток лыжных трасс. Теперь, благодаря инициативе энтузиастов, их стало больше. Работники завода прокладывают новую трассу недалеко от загородного лагеря «Янтарный». Еще одну трассу делают на окраине города. Анастасия Алексеева, Дмитрий Коварев, Андрей Шоклев, Республика. Один из ведущих живописцев Республики Николай Карачарсков отметил свое 80-летие. Признанный портретист, он с удовольствием работает и в других жанрах. Юбилейный год мастер встречает новыми планами и своей персональной выставкой. Николай Прокофьевич – заслуженный художник Российской Федерации. Народный художник Чувашской Республики. Родом из деревни Шадриха Порецкого района. Кстати, туда он вернулся на склоне лет, создав в родном селе картинную галерею. Любимая тема – село, его жители, трудовые будни и праздники. Его творчество является такой золотой страницей в развитии нашего изобразительного искусства. Эта выставка сегодня на самом деле очень значима, уникальна и будет интересна очень-очень многим людям. Кто видел те или иные произведения, еще раз, как Николай Прокофьевич сказал, вернуться, переосмыслить, вникнуть. Сегодня друзья, близкие и просто поклонники Николая Карачарского собрались в художественном музее, чтобы поздравить юбиляра. Среди них, конечно, и однокурсники по художественному училищу. Он охватывает в своем творчестве все жанры, по сути дела, и натюрморт, и пейзаж, и тематическое произведение, и портретное искусство. Это настолько широко, на каждом можно остановиться и говорить языком искусствоведа часами. Потому что я очень высоко ценю его как мастера, который вошел в искусство России, эпоху сурового стиля. Он достойно со всеми представлял развитие изобразительного искусства России в то время и по-настоящему. Искусствоведы утверждают, что художник – выдающийся портретист. Впрочем, это может заметить даже неискушенный человек. Каждое лицо любого человека – это целый мир этого человека. Неповторимый его собственный мир такой. Это невероятно интересно писателям, композиторам. Меньше там музыка, а художникам уж это ясно. Через лицо я рассказываю прожитую жизнь человека. Если молодая или молодой человек, у них прелесть, красоту, молодости можно рассказывать. И начало сбора информации по жизни. Поэтому портрет – это самое, думаю, важное для художника. Художник должен быть еще и психологом, считает мастер. Поэтому люди на его полотнах как живые. По их лицам угадывается характер, душевное состояние. Вы сильный человек, который родился на Борецкой земле. Вкладывали всю свою душу, всю свою энергию, делились своим сердцем для того, чтобы написать вот эти картины. 50-60 лет этим работам практически они как будто по тому виду, который мы смотрим, как будто они написаны только вчера. Поэтому низкий вам поклон. Объять его творчество одной выставкой невозможно, хотя в экспозицию вошли самые известные работы. Именно так Николай Карачарсков признается в любви своей малой родине. Его картины известны не только в России, но и за рубежом. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов. Республика. Книжная палата возобновила издание летописи печати Чувашской республики. Всю важность и ценность этой работы узнавала наша съемочная группа. В фондах книжной палаты собрано все богатство печатной продукции республики. Здесь можно найти самые первые экземпляры местных газет и книг. Уникальный фонд документов печати насчитывает на сегодня около 80 тысяч экземпляров изданий. Вся печатная продукция, которая издается на территории нашей республики, она поступает в наш фонд согласно закону об обязательном экземпляре документов Чувашской республики. Все издающие предприятия, полиграфические предприятия, типографии поставляют к нам на основании этого закона обязательные экземпляры документов. И на этих обязательных экземплярах уже мы готовим летописи печати. Летопись печати создавалась начиная с 1958 года. Однако в 1996 году из-за отсутствия финансирования это очень важное для истории работа прекратилось. И только в прошлом году было принято решение о возобновлении летописи. Есть спрос. К нам приходят краеведы, исследователи, ученые, студенты. И всем хочется, чтобы было печатное издание, как раньше. Это очень удобно работать. В законе тоже прописано, что мы издаем текущие библиографические указатели. Текущие, значит, ежеквартально эта летопись будет выходить. В фондах палаты есть и ценнейшие экземпляры газет времен Второй мировой войны. Составлен каталог всех районных газет «Чуваши» в единственном экземпляре. Любой желающий может прийти и самостоятельно изучить архивные наследия. Книжные палаты – это богатство нашего народа. Это все духовное наследие. При помощи книжной палаты мне удалось написать такие монографии. Пять монографий, шесть учебных пособий для педагогического университета, для средних школ, один школьный словарь, две энциклопедии. Много и много и кое-что проделано. Летопись печати «Чуваши» с 2014 года выпускается в печатном и электронном вариантах. Последний размещен на сайте Национальной библиотеки. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. В Чувашии увеличивается количество заболевших острыми респираторными заболеваниями и гриппом. Что нужно сделать, чтобы не заболеть? И как обезопасить себя и своих близких от вируса? Ответы на эти вопросы смотрите в эфире программы «По существу» сразу после информационного выпуска программы «Республика». У нас в гостях главный педиатр Чувашии Лариса Ноктева. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова